Радио Звезда Радио Звезда Органические остатки неплохо сохраняются, и пища, особенно законсервированная в наглухо запечатанных гробницах, порой долежала до сегодняшнего дня. Конечно, не в таком виде, чтобы ею можно было пообедать, но в таком, который позволяет определить, чем это было пять тысяч лет назад. У греков письменность возникла позже, но глиняные таблички с хозяйственными записками и песни аэдов донесли до нас информацию, идущую по крайней мере из XIV-XIII веков до н.э. А подвалы древних дворцов, например, Кносского на Крите, сохранили огромное количество посуды, в том числе тарной, которая тоже дает определенное представление о рационе своих хозяев. Совсем другую картину мы видим в степях юга России и Украины. Кочевые и полукочевые племена, которые жили здесь в древности, не знали письменности, не строили городов, не возводили дворцов и храмов, и не расписывали стены своих гробниц. Их художники ограничивались прикладным искусством и мелкой пластикой. Сегодня даже неизвестно, как называли себя народы, жившие в степях Южной Европы в эпоху Бронзы с конца IV по начало I тысячелетия до н.э. От них не осталось практически ничего, кроме курганов. И их так и называют по конструкции могильных ям – ямники, катакомбники, срубники. Их место заняли скифы, пришедшие сюда примерно в VIII веке до н.э., потом савраматы и сарматы. Но и они почти не знали ни архитектуры, ни живописи. А письменность появилась здесь не раньше Средневековья. Конечно, в этих местах тоже имелись небольшие поселения. Часть скифов осела на землю. Известны даже скифские городища. Оседлыми были и меоты, но все они жили в скромных хижинах. И никаких архитектурных сооружений, на стенах которых стоило бы увековечить свои хозяйственные подвиги, у них не было. Начиная с VII века до н.э. в этих местах стали появляться греческие путешественники и купцы. А позднее возникли торговые поселения и колонии, основанные выходцами из Средиземноморья. Но изумленные греки, которые поначалу попросту не понимали, как люди могут жить в таких холодных местах, как Крым, Черноморское побережье Кавказа и тем более при Азовской степи, оседали по морским берегам и не слишком стремились двигаться дальше на север. Редкие путешественники рассказывали об удивительных землях, где по воздуху летают белые перья, а по рекам можно ездить в повозках. В этих рассказах фигурировало племя одноглазых аримаспов, сражающихся с грифами за золото, козлоногие люди и люди с лошадиными ногами. О том, чем питались эти и другие менее экзотические народы, тоже ходили легенды. Многим приписывалось людоедство. Собственно, первым ученым, который побывал на Северном Причерноморье и оставил более или менее достоверные записки об его жителях, был Геродот. Но и он не устоял и сообщил своим читателям и об аримаспах, и о козлоногих, и даже о людях, спящих шесть месяцев в году. Впрочем, по поводу существования последних Геродот высказал решительные сомнения. В связи со всем этим возникает резонный вопрос. Откуда могут историки знать, как жили и тем более чем питались древние обитатели степей? Поэтому, начиная разговор о том, как же они действительно питались, мы решили сказать несколько слов о том, как работают археологи, антропологи, остеологи, палеоботаники и прочие ученые, которые этот вопрос исследуют. Самим автором этой книги в течение нескольких лет довелось участвовать в раскопках курганов в Ростовской области и Ставропольском крае, в том числе курганов бронзового века и скифского времени. Доводилось и слышать, как кто-то из антропологов, глядя на очередной скелет, перечислял болезни, которыми страдал в свое время обитатель кургана. Конечно, далеко не все можно определить по костям, тем более зрительно, но нарушение обмена веществ, то есть болезни, связанные прежде всего с питанием, можно. Люди 21 века привыкли считать, что они плохо и нездорово питаются, и едят слишком много химии, что они забыли о натуральной пище, и отсюда проистекают все их проблемы со здоровьем. Бытует уверенность, что наши предки питались значительно здоровее, а значит и сами были здоровы, пока не умирали от очередной эпидемии. Достаточно посмотреть на несколько древних скелетов, чтобы понять, что это не так. Конечно, лучше, чтобы на скелеты смотрел специалист, поэтому мы, лично полюбовавшись на изуродованные суставы и позвонки, но мало что поняв, предпочли обратиться к статьям, посвященным физической антропологии, например, скифов. Каких только болезней не обнаружили ученые, исследовавшие их костные останки. Меньше всего эти несчастные степняки были похожи на могучих блоковских скифов, которые привыкли ломать коням тяжелые крестцы и усмирять рабынь строптивых. И дело совсем не в том, что они, вопреки поэту, вовсе не были раскосыми азиатами, а имели самое что ни на есть европейскую внешность. Дело в том, что они массово страдали от остеохондроса и спонделеза, деформирующего полиартрита и различных костных разрастаний. Правда, эти болезни имеют наследственный характер, кроме того, их развитию способствует холодный и влажный климат. Но, пожалуй, климат причерноморских степей можно назвать таковым лишь с очень большой натяжкой, хотя греки считали, что здесь царят немыслимые морозы. И в том, что наследственная предрасположенность становится болезнью, виновата прежде всего питание. А питались скифы, судя по состоянию их костей, очень однообразно, нездорово и в основном молочными продуктами. Что, кстати, не спасало их от остеопороза. Считается, что люди, которые употребляют много молока, а значит и кальция, остеопорозом болеть не должны. Но питание скифов было настолько неправильным, что никакое молоко не помогало. Специалисты пишут про изученную ими группу скифов из могильника Терновая-1-Колбина-1 в Воронежской области, что у них в возрасте после 40 лет процессы старения развивались интенсивно и сопровождались резкой перестройкой минерального обмена. Одной из причин остеопороза считают избыток холестерина. А это значит, что, по крайней мере, люди из этой выборки, возможно, злоупотребляли и мясной пищей. А вот с зубной эмалью у большинства скифов все было более или менее в порядке. В выборках VII века до н.э. кариес у них вообще не встречался. И даже у рожавших женщин зубы были хорошими. Это означает, что растительной пищи, и прежде всего углеводов, скифы почти не ели. Ведь именно их остатки во рту создают благоприятную среду для бактерий, вызывающих кариес. Здоровая эмаль свидетельствует и о том, что они питались в основном молочной пищей, содержащей много кальция. Но позднее, в IV веке до н.э. скифы, погребенные в курганах чертомлыцкого могильника на юге Украины, уже знали, что такое кариес. Он был отмечен у 32% взрослых. А у скифов Падонья зубная эмаль по-прежнему была в порядке. И это наводит ученых на мысль, что жители Падонья сохранили свою традиционную схему питания. В то время как их южноукраинские сородичи попали под влияние греков, которые увлекались и сладкими лепешками, и медовыми кашами, и фруктами. Мы читали главы из книги Олега Ивика «Еда древнего мира». Радиозвезда